Здравствуйте! На этом уроке мы попробуем вычислить первообразную следующей функции – e в степени х умножить на cos . И перед тем, как применить формулы интегрирования по частям, давайте выясним, производную какой функции легче найти – e в степени х или cos . Вычислить производные одной и второй функции не составит труда. Более того, и первообразной этих двух функций найти будет несложно. Так что в данном случае безразлично, какую функцию – e в степени х или cos мы обозначим через f , а какую – через g' . Можно сделать и так, и так. Ну что ж, пусть функция f будет e в степени х. Соответственно, тогда g' будет равно cos . Давайте это запишем. Значит, f это e в степени х. Тогда и f' будет тоже равно e в степени х. Производная e в степени х равна e в степени х. Также мы предполагаем, что g' это cos . Тогда g будет равно sin . Теперь применим формулу интегрирования по частям. Первообразная этой функции будет равна f умножить на g , а это e в степени х умножить на sin . минус интеграл f' , а производная f равна e в степени х, умножить на g' , то есть на sin . и еще dx. Похоже, что мы никак не упростили интеграл. Теперь под интегралом у нас sin . Давайте попробуем отдельно вычислить и этот интеграл. Итак, интеграл e в степени х умножить на sin . Как нам его найти? Опять-таки воспользуемся формулой интегрирования по частям. Обозначим через f функцию e в степени х. Тогда f' будет также равно e в степени х. А через g' мы обозначим функцию sin . Тогда g будет равно минус cos . Теперь можно применить и формулу интегрирования по частям. Что у нас получится? Это будет f умножить на g . f равно e в степени х, а g это минус cos . Значит, минус e в степени х умножить на cos , минус первообразное от f' умножить на g . f' это e в степени х, а g это минус cos . Минус на минус дает плюс, значит, здесь будет плюс. И, конечно же, нужно дописать dx. Вы, наверное, скажете, в результате мы так ни к чему и не пришли, поскольку здесь у нас получился интеграл функции, который нам нужно было найти изначально. Мы ходим по кругу. А давайте мы сейчас кое-что сделаем. Давайте подставим это выражение сюда вместо интеграла от e в степени х умножить на sin . Посмотрим, что из этого получится. Итак, неопределенный интеграл от e в степени х умножить на cos , равна e в степени х умножить на sin минус полностью это выражение. Все это мы вычитаем из этого выражения. Если мы отнимем минус e в степени х умножить на cos , то это будет плюс e в степени х умножить на cos . И помним, что мы отнимаем полностью это выражение. Значит, минус первообразное от e в степени х умножить на cos . Интересно получается. Все, что мы сделали, так это заменили первообразную этой функции на это выражение. В результате мы получили вот такое равенство. Это по сути уравнение. Неизвестным выступает интеграл от e в степени х умножить на cos . Ну что ж, давайте решим это уравнение. Для этого прибавим этот интеграл к обеим частям равенства. Прибавляем к обеим частям интеграл от e в степени х умножить на cos . Что в итоге получится? В левой части будет 2 умножить на первоначальный интеграл умножить на интеграл от e в степени х умножить на cos . А в правой части останутся только эти два слагаемых. Копируем и вставляем вот сюда. А эти два слагаемых в сумме дают 0. Теперь мы можем выразить из этого равенства искомый интеграл. Интеграл от e в степени х умножить на cos . Разделим обе части уравнения на 2. Если мы разделим левую часть на 2, то останется интеграл от e в степени х умножить на cos . А в правой части мы получим e в степени х умножить на sin плюс e в степени х умножить на cos . И все это делится на 2. И нужно быть внимательными, так как это на самом деле первообразная нашей функции, но не единственная. Поэтому в конце в обязательном порядке мы должны еще прибавить константу. Таким образом, первообразная от e в степени х умножить на cos равна e в степени х умножить на sin плюс e в степени х умножить на cos , деленное на 2 и плюс с. Надеюсь, все было понятно. До скорых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...